На прошедшей неделе был очень скандальный документ, который опубликовало Министерство обороны России. И я, честно говоря, такого вообще ни разу не слышал в человеческой истории, когда это не война, а вроде как нормальное отношение, там цивилизованный меч. И вдруг российские власти в одностороннем порядке меняют морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. И согласно этому постановлению, которое было опубликовано, Россия может объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива и вблизи Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области, откуда, соответственно, Литва. Естественно, разразился скандал. Литва вызвала российского представителя на разговор. Там объявила, что это преднамеренная провокация, запугивание соседних государств и всего прочего. Шведы там сказали, что Путин положил глаз, он даже сказал, оба глаза на остров Готланд. Надо будет наращивать там военное присутствие, то есть прямой путь к милитаризации Балтийского моря. И вот сразу мы вспомнили такую старую шутку Путина о том, что границы России не заканчиваются нигде. Вот давай ее увидим. Все границы, все контуры страны и столицы. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берлингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Ну и вот так все весело смеются. Ну что характерно, через два дня этот документ исчез с сайта Минобороны. Скажи нам, пожалуйста, что это было? Ну Россия же обещала, что она не оставит в покое абсолютно никого на планете Земля. И она свою диверсионную деятельность разворачивает, во-первых, явно, когда, например, в той же самой Чехии взрываются склады с боеприпасами, а также таким косвенным образом. Потому что Литва перед этим заявила, что, ну, премьер Шаманиты заявила, что у нее есть разрешение парламента на официальное присутствие литовских войск в Украине. Чем может Россия ответить Литве? Границы прямой нет. Попросить батьку, чтобы он боевых комаров через границу направил, не получится. А мстить как-то надо. Поэтому нужно придумывать что-то. И здесь как раз конфигурация совершенно путинская. Во-первых, мы же помним, что Россия великая, но при этом всегда обиженная. То есть все вокруг слабаки, но почему-то Россию обижают очень болезненно. Поэтому Россия стоит в ситуации, когда необходимо что-то восстановить, кого-то поставить на место и кому-то за что-то отомстить, дать сдачи. И здесь происходит пересмотр границ, и после чего Россия появляется внутри себя оправдание, что это ведь наше, это же исконное, суконно-посконное. Соответственно, Кемпская власть отдайте, поскольку наши, мол, воевали за нее всегда. В принципе, за этим не стоит никакого дела. Но Россия всегда проверяет, как любой гопнинг из-под воротни, соседей на вздрагивание. Смотрит, будет ли реакция или не будет, простят или не простят. Потому что, когда, например, Баширов и Петров взорвали в Чехии склад с боеприпасами, Чехию все бросили один на один, никто не стал ее поддерживать. Никто не стал, в принципе, никак объяснять по поводу российского следа. А чешская полиция как раз очень четко сказала, что это русские, есть доказательства. Все сказали, слушай, знаешь, мы так боимся России, что разбирайтесь-ка вы сами. Потому что, скорее всего, просто ваши Чехии не умеют курить просто в неположенном месте. Вот сейчас подобная реакция, она совершенно недопустима. И Литва абсолютно правильно делает то, что, во-первых, она точно совершенно обозначила свою позицию еще два с половиной года тому назад. Она против России, она полностью за Украину, она собирается ее поддерживать всем, чем можно. У Литвы не так много ресурсов. Но вот эта моральная поддержка, она чрезвычайно важна. И вслед за тем, как премьер Шимонитов говорит о том, что у нее есть разрешение парламента на ввод войск Литвы, но вся армия Литвы это 40 тысяч человек, ты ее куда ни введи, ты войну не выиграешь с этим. Но это политически очень важно. Потому что Путин сейчас, в принципе, выставит конфигурацию вокруг Украины, когда Украина должна быть один на один с Россией. Потому что это внутренняя разборка на кухне, на коммунальной, где все родственники так получилось, что по-соседски не поделили кастрюлю. А мы помним, что когда Россия, когда Советский Союз провоцировал войну в Корее в 50-м году, и ООН тогда еще была не тряпчатая организация, а очень серьезная и весомая, то у нас в тот же день, как только началась война с севера с югом, была резолюция ООН осудившая, а через 12 дней ввод войск под флагом ООН, под американским командованием. И тогда делом чести для всего мира стало присутствие на этой войне. Хотя эта война вообще не касалась никого. Потому что Корея где это? Это на карте не найти. Это какой-то медвежий угол, в котором всегда принято плохо жить, друг друга убивать, где обязательно есть какие-то претензии, неважно какого короля, к какой империи своих соседей. Но тогда даже Люксембург, который весь 20-й век очень старательно уворачивался от участия в каких бы то ни было войнах и коалициях, туда под флагом ООН направил одну свою роту. Рота – это 100 человек. Причем эта рота влилась в бельгийский батальон, за что южные корейцы по всей упору очень благодарны и признательны даже Люксембургу. Это была международная поддержка. И когда сейчас Литва говорит о том, что она направит свой контингент. Какой? 15 инструкторов? Латвия, она объяснила, что наши войска уже расквартированы в Украине. Сколько? 17 латышей. Это много или мало? Войну этим не выиграешь. Но когда Люксембург отправил одну роту, это говорило о том, что вместе с мировым добром против всемирного зла видит Сталина, воюют даже такими малыми числами. И когда сейчас международная поддержка выстраивается подобным образом, Россия отомстить может только на словах, пересмотром границ в частности. Смотри, тут давай не входить в корейскую тему, потому что там она еще более сложная. Как мы помним, Советский Союз, например, не поддержал Северную Корею при голосовании в Совете Безопасности, дал тем самым возможность ООН провести эту операцию. Молотов вышел то ли покурить, то ли пописать, специально, чтобы не налагать на эту историю вето. И там еще с Китаем особая история. Давай конкретно вот эту тему. Я просто реально не понимаю, что это было. В России меняется министр обороны. Причем, как мы теперь знаем, он поменялся вместе и с пресс-секретарем тоже. Это красавица его. То есть уходит вместе с ним работать в Совет Безопасности. И вот в этот момент пересменки сначала такой, в общем-то, нерядовой документ, который вызывает большой международный скандал, вдруг появляется на сайте Министерства обороны, а потом спустя два дня также он оттуда исчезает. Это вот что? Это такое, значит, пасхальное яичко от Шойгу к своему преемнику? Или наоборот, это Белоусов не разобрался и сделал, а потом получил по голове, и это оттуда снял? Это важно для того, чтобы понимать, кто такой Белоусов. Вот это его уже дело или нет? Это не к ним, потому что ни Шойгу, ни Белоусов не имеют к этому никакого отношения. Они всего-навсего счетоводы, которые должны определить, куда именно финансовые потоки впредь потекут. Потому что одно дело на дачу Шойгу, другое дело теперь на дачу Белоусов, который не такой белый, не такой пушистый, как пытаются его пропаганды выставить. И когда подобные политические заявления, очень весомые, геополитические, стратегические, на всю планету Земля, скандальные, звучат, это не имеет отношения ни к какому чиновнику, каковым является что первый, что второй министр. Это совершенно другой уровень, это уровень администрации президента. И эта провокация, это именно провокация, она не может иметь никаких последствий. Но она должна постоянно показывать всему миру то, что и в принципе во все времена Россия себя представляла. У нас в учебнике истории было написано, что Россия была жандармом Европы, а сейчас, на сегодняшний день, поскольку силенок маловато, Россия остается пугалом Европы. Но она должна быть везде, границы ее не заканчиваются ни при каких обстоятельствах. Все, что плохо лежит, непременно в русский карман. Все, что хорошо стоит, должно быть либо повреждено, либо уничтожено, либо описано, либо обкакано, либо еще как-то, потому что русский мир, он именно такой, он обязательно коричневого цвета, с легким желтым оттенком. И если где-то есть возможность не то, чтобы всерьез что-то изменить, но хотя бы просто нагадить, запугать или, по крайней мере, создать ситуацию, когда кто-то где-то нервно будет озираться и бояться свою собственную тень по ночам. Россия обязательно это сделает. И здесь, в принципе, это не первое и не последнее подобное заявление. Через какое-то время мы будем с удивлением обсуждать еще огромное количество абсолютной дичи, которая будет под разными, так или иначе, грифами, на разных бланках разных министерств появляться и исчезать. Потому что, в конце концов, Россия, она же еще космос не освоила, у нее есть на эту галактику свои планы, потому что все-таки четыре спутника Юпитера теперь вошли в свободную экономическую зону Алабуга имени товарища Мениханова. И здесь тоже можно очень много интересного предложить миру, поскольку это все-таки России принадлежит, четыре спутника Юпитера. То уж почему бы не продиктовать волю по, например, остальным небесным светилам? И если вдруг кто-то не поддержит или будет хотя бы против, то ядерный щит России распространяется в том числе на всю Солнечную систему, дали со всеми остановками. Несмотря на абсурдность, те, кто испугается, тоже будут. Это вполне допустимый эффект для России, потому что если боятся, значит, уважают. Ну, знаешь, если бы российский ядерный щит как-то так бы покинул бы планету Земля и распространился бы на Солнечную систему, я лично был бы очень за. Сколько мы фильмов видели там про всякие астероиды, летящие, значит, на планету. Вот недавно сериал был замечательный на эту тему. Да, я считаю, вот это было бы очень полезно. Проблема, когда он тут находится, значит, и распространяется исключительно на тут наземную территорию. Вот по реакции на все это безобразие, да, ну, там вот упомянуты в этой бумаге были две страны, Литва и Финляндия. Финляндия, я вообще не видел реакции, вместо финнов почему-то реагировали шведы, хотя вроде как финнов это больше касается, а вот литовцы реагировали. Вот я сегодня встречался с литовской делегацией в Киеве, и, ну, вот интересовался вы как вообще на это, значит, как на это смотрите и так далее. Но я вижу у них понимание абсолютное, что, значит, если там Украину, какой-нибудь там американцы принудят там к перемирию, то после этого возобновляться действия будут не в Украине, они будут как раз в Литве, значит, в направлении Калининграда, направлении Вильнюса и так далее. Вот ты как понимаешь эту обстановку, как ты понимаешь настроение в этой стране? Абсолютно так и есть, и это не только Литва осознает, и Латвия, и Эстония тоже в курсе. Неслучайно три министра обороны в какой-то веке собрались, ударили по рукам, теперь строят линию Мандергейма, потому что прекрасно понимают, что именно произойдет. Литва в этом отношении, она находится непосредственно на острие удара. В Литве сейчас новый министр обороны. Новый министр обороны тут же развернул сеть гражданских комендатур по всей стране, потому что резервисты, люди, которые должны будут или захотят, или будут нуждаться в помощи, но в условии начинающейся войны, боевых действий, все-таки должны знать свой маневр, они получают теперь уже четкое расписание, где какая комендатура, потому что когда начнется, нужно знать, что именно делать. Литва прекрасно понимает, что в нормальной жизни от таких соседей обычно меняют квартиру, съезжают куда-нибудь на другой конец города. Но здесь, в принципе, не имеют за ней такой возможности, поэтому нужно будет вспомнить весь учебник истории, когда Литва была очень серьезным геополитическим противником, по весу равным, а временами превосходящим Россию. И Литва очень точно эту свою страницу истории помнит, знает, чтит и готовится. И резервисты литовские, это как раз очень специфическая система подготовки гражданских, которые проходят военную службу по выходным. У каждого у них под кроватью лежит пулемет, и они точно знают, что они будут делать в ту секунду, когда это начнется. Литва прекрасно понимает, какая это угроза. Она хочет естественного мира и готовится к войне. Ну вот ты говоришь, что Литва все прекрасно понимает и готовится к войне. Вот та же самая литовская делегация мне с очень большой озабоченностью говорила, что смотри, в октябре парламентские выборы, которые консерваторы, скорее всего, с треском проиграют. Скорее всего, будут социал-демократы. Социал-демократы занимают многократно более умеренную позицию по российскому вопросу, по украинскому вопросу, гораздо больше заточены на внутренних проблемах. Показывают на нынешние президентские выборы, где явно такая умеренная позиция звучит. Насколько вообще в Литве этот шаг Министерства обороны России вызвал какой-то резонанс? Насколько общество увидело в публикации этого сообщения для себя непосредственную угрозу? Не элиты, а именно рядовые граждане. Рядовые граждане никогда в отношении России никаких иллюзий не имели. И все 30 лет жизни на свободе осознают, насколько это весомая, мощная и непредсказуемая угроза. И литовское общество смотрит на своих политиков. Оно голосует после президентской выборы, последний тур, как раз не уседа, сохранил за собой пост. К парламенту у них много претензий, у них есть внутренние проблемы. Но они все готовятся к войне. И есть даже такой косвенный признак. В Литве очень низкий уровень преступности. Здесь вообще машину оставляешь открытой, у тебя лежит кошелек на сидении, ты его там и найдешь. Если ты где-нибудь в магазине забыл ноутбук стоимостью в миллион, и сотовый телефон, ты через неделю придешь, он будет там тебя лежать, ждать. Здесь нет на улице никаких абсолютно вариантов, дай-ка мне прикурить. То есть это другой мир, другая страна, очень чистая, чистая в своих помыслах, чистая в своем ежедневном бытопредставлении. То есть все у них хорошо. Но в последнее время у них вдруг обозначилась отдельная тенденция – это квартирные кражи. Потому что в квартирах стало больше приманок. Что произошло? Зная, что будет война, люди в кои-то веки сняли наличные и начали хранить какую-то часть денег дома. Что привлекло тех, кто в курсе и понимает, что происходит в литовском обществе? Потому что раньше никого в голову не приходило, все знали, что карточки тебе одного банка хватит за глаза на все твои транзакции по любому поводу. В случае войны нет, нужны наличные. И вот мы видим по косыным признакам, вот по этому небольшому росту внутренней преступности с квартирными кражами, что люди сделали заготовки, у них дома есть картошка, у них дома есть патроны. Закон об оружии литовский просто все проспали. Он более лояльный, чем американский. И все как-то не обращали внимания, потому что в России, тем более с великороссийским шовинизмом, не принято на Литву обращать внимание последнее десятилетие. В Литве закон об оружии позволяет всем все. Но нет ограничений по количеству стволов. Ты можешь дома держать все 100 ружей, 100 автоматов, 100 пистолетов. Ты можешь дома держать у себя... Но если ты не русский, правильно? То есть, по-моему, там русским запрещено держать все оружие. Если ты русский, то тебе не повезло в принципе, неважно, где ты живешь. Особенно, если ты живешь в России. В Литве тебя не наградят за то, что ты русский, но тебе простят, что ты русский. А вот литовцы, они имеют возможность, в том числе по закону об оружии, быть готовыми ко всему. Каждый день, когда у меня есть несколько любимых оружейных магазинов, я захожу, смотрю, какая очередь за пистолетами. Тренинги, тиры, патроны, никаких ограничений. Очень спокойные люди. Когда ты каждый раз спрашиваешь о реакции, то Литва не та страна, где реакция читается по людям. Не читается она. Они все абсолютно в другом культурном коде находятся. Ритм жизни не изменился. А патронов дома стало больше. Напомню для наших зрителей, что Съезд народных депутатов принял решение, что борьба с тиранией в Российской Республике – это будет не право, а обязанность каждого гражданина. И что разрешено свободное право ношения на оружие и доступ, соответственно, к нему, в частности, с этой целью. Спасибо тебе большое, Сергей, что ты был с нами. Прости, что заставили тебя ждать. Всегда тебе рады на утро февраля. И продолжим этот разговор в одном из наших следующих эфиров. Сергей Асланян с нами был сегодня в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok